МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире дневники Медиа-центра Музон, рубрика «Личность». Сегодня в нашей студии звездные гости. Проект Франки Рейшоу и Данила Мастер. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем мы, пожалуй, с самого традиционного вопроса. Это как же все-таки пришла вам идея зарождения вашей группы? И все-таки где это было? На Кубе или в Казахстане? Значит, идея нашей группы зарождалась здесь, в Казахстане. Идея пришла Франклину. Франклин раньше был участником группы «Эминенция классики». К сожалению, группа распалась. Франклин остался один, и ему пришла идея, так скажем, создать новый проект, чтобы он был необычный, чтобы он отличался от других артистов. И вот так получилось, он нашел у нас троих красивых девушек, которые танцуют. И это мы, получается, мы уже на рынке Казахстана с 2016 года, с сентября месяца. Два года уже. Уже почти два года, да, будет. А как вы думаете, почему именно латинская музыка вызывает такой яркий отклик в душе людей? В чем же все-таки ее изюминка? Вы знаете, ее, когда слушаешь, эту музыку, это на самом деле, вот сам ритм. И вот тебе идут представления, да, пляж, море, вот эти вот коктейли, вот эти танцы латинские сразу приходят в голову, сальса, да, вот, бачата. На самом деле это такое, она вдохновляет очень сильно, вот эта вот латинская музыка. И вот любой человек, я уверена, что когда ее слышат, он не может просто сидеть, ему надо танцевать, да. Я знаю, что у вас недавно вышел клип, расскажите о нем поподробнее. Да, мы недавно сняли такую коллаборацию, сделали кубино-русскоязычный трек, называется «Секси по ми». Он выполнен сейчас в очень модном стиле реггитон, бомбатон. То есть все наверняка помнят трек, который, да, взорвал прошлый год. Да, конечно же, «Деспосита». Вот, нам эта музыка очень близка по духу, поэтому мы вот решили тоже в таком стиле записать. Тем более, что таких коллабов у нас нету на рынке, в принципе, даже и в СНГ, то есть шоу-бизе нет таких. Поэтому решили вот сделать такое. А был ли какой-то языковой барьер при снятии ролика? Нет, абсолютно не было. То есть идея рождалась совместно. Просто Фрэнки исполнил ее на своем родном языке, то есть я дополнил на своем родном. И, в принципе, получилось очень колоритно, интересно. А как вам вообще в целом казахстанская публика? Почему вы все-таки живете и работаете здесь? Ребята здесь, на самом деле, очень уже давно. Франклин здесь уже лет семь, Сурая больше. Лиана тоже здесь очень давно. Они здесь уже привыкли. То есть они уже, более сказать, нашего менталитета. И мы здесь уже как... Ну, это для них уже второй дом, как бы, да. И они привыкли к публике здесь. И им, в общем, нравится. А публика как к вам относится к казахстанскому? На самом деле, вы знаете, очень хорошо. Нас сразу же полюбила публика. На самом деле, это очень приятно. И где бы мы ни были, всегда нас рады видеть, на самом деле. Группа Франки Рэй, это для очень многих людей. Мы даже друзья. У нас очень много друзей, которые вот живут в Казахстане. Ну, как бы, это хорошо. И приняла нас тоже. И Казахстан принял хорошо, и публика. Помимо хороших вокальных данных, я знаю, что вы еще очень хорошо танцуете. Как вам это удается? И сколько в среднем вы тратите на хореографию времени? Мы занимаемся в неделю два раза, по два-три часам. Но потом мы остаемся в школе Dance Studio Vegas. Мы преподаватели латиноамериканских танцев. А есть ли какая-то группа, музыка которой вас вдохновила на ваше творчество? На Кубе я закончила профессиональную школу балета. Раньше у меня было другое мировоззрение. Я слушала совершенно другую музыку, более классическую. Меня вдохновляло творчество группы Чаранга Банера. А сейчас все изменилось. Так как я кубинка, я люблю горячие танцы, горячую музыку. Например, риггетон и латино. Насколько популярен ваш проект? Сколько у вас выступлений, ну скажем, в месяц? На самом деле мы развиваемся с каждым днем. У нас нет планки, да, вот мы выступили с тем артистом, значит все, нет. Мы с каждым днем развиваемся, у нас каждый день приходят новые идеи. И будут приходить всегда, и мы будем удивлять на самом деле нашу публику. По поводу выступлений, когда как, вы знаете? Когда бывает очень много, когда бывает поменьше, когда вообще можем каждый день работать иногда, да, а бывает, что нету. Ну то есть это все равно зависит от многого, поэтому. Я знаю, что вы еще работаете как кавер-бенд, исполняя популярные зарубежные песни. А сколько в вашем репертуаре имена своих? Так как он работал раньше во многих кубинских группах, вот была именно Нансиа Классика, у них были свои песни, они писали свои песни, то есть они ковер даже не пели. Была еще группа Black Stars, тоже кубинская группа, они тоже свои песни писали. А вот наш, вот проект Франки Рэй, пока написанных вот в нашем, да, этом проекте, ну, песен 7. Но если считать, что вот он был в двух разных проектах, то там, ну, очень много, там за 20 зашкаливает точно даже больше. Какие ваши дальнейшие творческие планы? Мы не будем останавливаться, мы будем идти только вперед. Вот у нас есть идеи записать с артистом, не с одним, а с каким? Это секрет, пока это пока секрет на самом деле. Также у нас есть сейчас проект с Данилом Мастер, и мы записали одну песню, и будем записывать еще очень много, которые вот они готовят. Надеемся, увидите. Увидите, увидите скоро, правда? Да, на самом деле мы сейчас записываем еще два трека с Франклином и еще одним его товарищем, тоже кубинцем. Будем снимать клип, сейчас как раз лето на подходе, будет летний трек. Вот, надеемся с одним из клипов обязательно попасть на EMA в этом году. Приложим все силы, да, так что наши ближайшие планы – это съемка двух новых клипов, запись треков, естественно, и участие в номинации в EMA, может быть, и не в одной. Можете пожелать нашим зрителям напоследок что-нибудь? На самом деле нам очень приятно здесь находиться, и я надеюсь, что это будет не в последний раз. Поэтому я желаю всем добра, мира и счастья. И хорошей музыки, да, кстати, да, следите. И следите за нашим проектом. Спасибо большое за такое интересное интервью проекту Франки Рейшоу и Даниле Мастеру. С вами была Малика, в эфире первого музыкального. Смотрите после нашего интервью клип «Секси по ми». Франки Рейшоу и Даниле Мастер. Франки Рейшоу и Даниле Мастера. 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 Моя суки по ляму на потарке Черные шиншиллы или розовый песен Вся жизнь охота, я ведь стрелец Ты не докравишься в гучи бикини Формы заводят, как гула в гимии Тату на теле, мой бриллиант Клеопатра Пати на яхте вылет в космос на завтра Окей, мами, я хочу тебя подойти поближе Сними свое платье, давай пошалим Только с меня я, 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 я С тобой только с меня, я, 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 я Как лока провокация, я, 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 я Эй, йо, Фрэнки Рэй, Данило Масир For all the sexy mommies All around the world Живели своим задом Легустасе, но sexy mommies Живели своим задом Легустасе, но sexy mommies Субтитры подогнал «Симон»